Да ты дивись, что она делает, а? Вот дура. Ну, по-любому же баба за рулем. Вот сейчас мы на ней и заробим. Вот даже дивиться не буду. По-любому, какая-то тупая блондинка. Что же вы, уважаемые энерг... Здорово, мужики. Ого. А мы думали, что это баба за рулем. Да какая баба, вы что? Двадцать лет за рулем. Пять лет уже на дальнобой отработал. Вы что, мужики? Так а что ты по всей дороге мотыляла? Да баба какая-то выехала. Прямо так подрезала меня. Я вправо, она вправо. Я влево, она влево. Понимаете? Еле вырулила. Вырулила? В смысле, машина моя еле вырулила. Ласточка моя, турбодизельная. Ну, вы не волнуйтесь, я эту бабу матом покрыл. Так а что нам волнуваться? Вы, багажник, откройте, будь ласка. Так а что там смотреть? Там запаска и данократ. Правильно сказать, домкрат. Так я же говорю, да, домкрат. Ну, открывайте. О! Это... Так вот, як у нас домкрат выглядае. Так это моя баба, баба моя накупила, денег ей вчера вот только дал на коммунальные, а она пошла все, просадила просто на свои шмотки. Да понятно, с твоими бабами завжди так. А аптечка есть? Да, мужики, все есть, и аптечка есть, и это, страховка, и документы, все в порядке, все нормально, не волнуйтесь. Я же говорю, баба выехала просто на дорогу, а она вправо, я вправо, а она влево, я влево. Если б не вот эти бабы за рулем... Согласен, курицей. Ну, в таком случае и мы бы без работы остались. Не, ну, вы нормальные мужики, чё вы, без работы бы остались. Слушайте, давайте по суточке разъедемся, потому что, ну, вот правда, и вы тут не будете стоять, и я тут мучиться не буду. Да ладно, мы бачим, а что вы нормальный мужик, езжайте так, без денег, счастливой дороги. Да, только аккуратно, тут сейчас на дороге баб столько вообще. Ну и точно этих куриц развелось, все хорошее, ладно. До свидания. Ага, это... Все-таки мужик за рулем, это правильно. Да, нормальный мужик. Ему б бабу толкова, чтобы эти деньги не на шматье тратила, а резину ему хорошую купила, лиса вся. Алло, Сашенька, все, сделал, как ты сказал, да, повелись, прикинь. Все отлично, денег вообще не взяли, аптечку не смотрели, страховку нет. Слушай, объясни, как мне теперь завестись и поехать. Ага, не нервничаю, выжала сцепление, прокрутила ключик, так, выжала, первую включаю, отпускаю сцепление, заглохла. Ага, поняла. Сейчас. О, завелось! Все, давай, целую! Юра, перестань кусать Мишу! Мишенька, не надо кусаться в ответ! Юра, Миша, фу! Ой, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Олег Петрович, секретарь звонила вам по поводу моего Максимки. Помню, помню, вы хотели определить вашего Максимку в наш детский садик. Да, вы понимаете, уже все садики перепробовали, но нигде Максимке не нравится, вот посоветовали ваш. Я, конечно, не хочу хвастаться, но думаю, что вашему Максимке у нас очень понравится. Посмотрим, посмотрим. А где он? Ну, вот это, собственно, тот моментик, который я вам хотел объяснить. Это и есть Максимка? Да нет, ну вы что. Это Егор, личный телохранитель Максимки. Он сначала проверит, все ли в порядке, а тогда зайдет Максим. Поняла. Здравствуйте. Здравствуйте. Руки. Ноги. Чисто? Конечно, чисто. Я только вчера постирала. Нет, он имеет в виду, что опасности нет. Заводи. Ой, а кто это у нас такой хорошенький? Нельзя. Там еще кто-то есть? Конечно. Там другие детки. Профессионал. Да, действительно. Только короткие люди. Пойдем. А на тихий час мне Егора тоже укладывать вместе с детками? Просто для него придется три или четыре кроватки соединить? Это не обязательно. Егор может не спать трое суток. Даже пять, если давать воды. До свидания. До свидания. Виктория Сергеевна, что случилось? Почему меня вызвали? Олег Петрович, мне кажется, я нашла причину, по которой Максимке не нравится ни в одном детском садике. Интересно. И какая это причина? Вот это огромная лысая причина. Да не может быть. Очень даже может. Потому что он не разрешает деткам играть с Максимом. В смысле, когда детки играют в догонялки, они не могут догнать и дотронуться до Максима. Потому что этот танк валит их на землю. В прятки они сразу находят Максимку, потому что вот этот шкаф стоит всегда рядом. Ну а в выбивного дети не могут мечом попасть по Максимке. Потому что вот этот слонопотам прыгает и защищает его от каждого броска. Короче говоря, детки не хотят играть с Максимкой и ему от этого скучно. Так, я понял. Если Максимке скучно с телохранителем, значит она ему еще десять телохранителей и пусть они с ним играют. Мы забираем Максимку и уходим. Одну секундочку. А можно Егора отпускать к нам на тихий час? Зачем? Потому что детки в присутствии этого красавца спят как убитые. Ну что, поможем детскому садику? Приступаю. А ну всем спать, Пашконка. Профессионал. Рома, я не понимаю, почему не убрано? Да времени нет, Кондратий Кондратич. Дороги разбиты, машин до хрена. То амортизатор, то стабилизатор, то пружины. Когда? Слушай, вот ты сейчас специально слова с буквой «Р» выбираешь? Вы что, прикалываетесь, Кондратий Кондратич? Так, цыц, кормилиц наш едет. Все, улыбайся, улыбайся. Ага. Все. О, какие люди, Игорь Львович, добро пожаловать. Здравствуйте, Игорь Львович. Вот вы прям заходите и светлее становится. Вот положа руку на сердце, вы же наш главный работодатель. Вы, как директор областного автодора, ежедневно обеспечиваете нас работой. Особенно цех по ремонту ходовых. Да. Рома, кланяйся, кланяйся. Ну, ходовая, конечно, бьет все рекорды. Да, да, спасибо, спасибо, что помните. Но, я вам так скажу, моя старушка тоже подустала. Игорь Львович, да а в чем вопрос? Сейчас, Ромчик, все сделает, Рома, бросаешь все, занимаешься машиной, работа. Есть, есть. Сейчас все будет. Спасибо, спасибо. Игорь Львович, можно вас, так сказать, на минутку? Ага. Так, что? Тут до меня дошли тревожные слухи. Дошли до вас, да, все-таки? Вот. Ну, ничего не поделаешь, реформы, реформы, да. Придется все-таки одну улицу в городе отремонтировать. Да что же это творится? Что же они о людях не думают? Они же нас с куска хлеба лишают гады такие. Угу. Я вот сейчас думаю, чтобы эта трасса была Киев-Борисполь. Так это же так единственная нормальная дорога. Вот мы и хотим над ней поработать. Правильно, правильно. Сейчас переговоры веду, только это секрет. Понял. Да. Со своим кумом. Он у меня хозяин асфальтного завода. Хотим сделать асфальт похуже. Это вы очень хорошо придумали. Ну, а только куда ж хуже? Я помню, вы в прошлый раз клали, так там просто земля с песком. Есть куда расти. Есть. Не зря нам государство такие денжища платит. Конечно. Да. Лучшие специалисты работают над тем, чтобы асфальт сделать хуже. Лучшие хуже. Понял. Все готово, Игорь Львович. Ваша машина в порядке. Спасибо. Быстро вы. Стараемся. Молодцы. Так это не моя машина. Игорь Львович, теперь это ваша машина. Ромочка у нас, ну, мастер ТО. А, понял. Дела у вас идут неплохо. Неплохо идут. Ну, хорошо. Поеду думать новую формулу асфальта. Нужное дело. Нужное дело. Все. Счастливо. Да что ты, конечно, руку. Кланяйся. Святой человек. Даст. Поговорил с ним, как будто в церковь сходил. На троих. Саша. 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 Сашенька. А-а-а-а. Не пришлось бы мне плавать в этих водорослях. Вика. Вика, поехали бы в Турцию. Нам пришлось бы этими водорослями питаться. Вечно ты о деньгах думаешь. Нечто бы сделать жене приятное. А-а-а. Саша. При чем здесь пиво? Я про Турцию. Где есть бассейн. Хе. Тоже мне. Бассейн. Та же самая ванная, только общественная. Да. А тут, по-твоему, лучше, да? Заходят люди по пояс, стоят так задумчиво, как ты сегодня три раза. Вика, много ты там понимаешь. Это же, это, река... Рекотерапия, вот. Мы так лечим друг друга. Вот потом спасибо мне скажешь, что ты зимой не болеешь. Дурак ты. Я хочу отдыхать красиво. Да. Я хочу в Турцию, понимаешь? Да. Я в Турцию хочу. Я хочу в Турцию. Да, да, да. Блин. Ладно. Будет у тебя Турция. Правда? Да. Санька, какой ты все-таки хороший. Ага, хороший. О! Наташа, привет. Бросай, семья пошла со мной, ну. Саша, что такое? Сделай что-нибудь. Не могу ничего сделать. Ты сама хотела, как в Турции. Я хотела, как в Турции, а не вот это вот. Ух, я помню чудиков мгновенно. Я люблю тебя. Да иди ты. А что, очень похоже, как в Турции. Я целый день слегка пьяненький. Нет. А за тобой семь дней и шесть ночей турок гоняется. Наташа, Хабиби, будешь любимой женой. Держи. Отстань от меня, мужчина. Я дам вам доллар. Эй. Ту доллар, ту. Ту доллар. Нету доллар. Все, пошла, жениться будем. Саня, саня. Пошла, пошла, Наташа, едем. Какая упертая, мне нравится. Эх, обожаю Турцию. Особенно дома. Так, Петров, 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 что же у тебя-то, Петров, а? Так, а ну-ка. Так, чесотка и аллергия. Ну что, Семенов, знакомьтесь с вашей заменой. Ха, а зачем мне замена? Я еще как бы не выдохся, еще таймик отбегаю. Ха-ха-ха. Ха-ха. Да шучу я, шучу. Семенов, у вас знаний ноль. Вы еще ни одного пациента не вылечили. От вас еще ни один не ушел. Всех вынесли. Вот это неправда, Олег Петрович. Один ушел. Убежал, Семенов, убежал. Олег Петрович, ну вы это, не рубите сейчас с горячата. Дайте шанс. А? Каковы основные симптомы системной волчанки? Ха-ха. Вообще элементарно. Значит, при системной волчанке у человека начинает расти шерсть. Он воет на луну. И когда ему светишь в глаза, у него пена со рта идет. А? Семенов, не нужно путать волчанку и то, в каком состоянии вас каждую пятницу забирает полиция. Доктор Данчук. При системной волчанке на коже человека выступают пурпурные пятна. Температура тела повышается. Иммунитет человека атакует сам себя. Серьезно? Не, слушайте, ну по правилам, как оно положено. Второй шанс должен быть. Хорошо. Тогда самый простой вопрос. Что такое ветрянка? Не, ну это вообще ерунда. Это значит ветрянка. Это когда ты вышел на улицу по малой нужде против ветра. Оно там тебе надует и ты простудился. Все. Что? Я так понимаю, вы свой менингит именно таким образом и заработали. Кошмар. Честно говоря, я даже не знаю, как вы институт закончили. Как все. За деньги. Слушайте, что мы эту теорию елозим туда-сюда? Давайте к практике перейдем. Потому что в практике вся медицина. Да я думаю, с практикой у вас еще хуже. Ну давайте. Хорошо. Вот скажите мне, пожалуйста, доктор Волчанка, как вот этот аппарат работает? Этот аппарат называется дефибриллятор. И то, как он работает, знает даже первокурсник. Так, здесь надо повернуть, здесь нажать и два контакта. Вообще-то я вам так скажу. Тут надо поворачивать не до конца, а вот эта кнопка западает. Ее два раза нажать надо. А вообще правильный ответ такой. Аппарат немножко неисправен. И сейчас мы вас будем лечить. Лечить до тех пор, пока вы не признаете мои методы единственно верными. Ну вот, доктор Волчанка. Дорогая, я сегодня пораньше немного освободился. Попался, любовничек. Я, конечно, думал, что она мне тут с кем-то изменяет, но не думал, что ты такой урод. Ну-ка, иди сюда. А-а-а, подождите, подождите. Вы что-то не так поняли? Я сейчас все объясню. Не надо мне объяснять. Объяснишь потом травматологу, когда он тебя спросит, почему это вы выпали с пятого этажа. К какому травматологу вы? Вы чего? Чего-чего? Ну-ка, иди сюда. А-а-а, что вы делаете? Прекратите! Я тебя, я тебя научу, как к моей жене ходить. В чем здесь жена? Я вообще-то к вам. Что значит ко мне? Ты что, берега попутал, что ли? Да ничего я не попутал. Все это для вас. Ну, то есть, для тебя. Можем на ты? Нельзя! Слышь ты, если я пару раз там розовую рубашку на работу надел, это еще не значит, что я один из вас. В чем тут розовая рубашка? Я здесь не поэтому. А, я все понял. Слышь ты, хакер, я не знаю, как ты попал в мой компьютер, как ты увидел историю моего браузера, но вот тот сайт, тот сайт, он сам открылся. Я просто не мог его закрыть, поэтому и пересмотрел все видео. Да не видел я твою историю браузера. А, да? Так, а что ты тогда здесь делаешь? Здравствуй, Егорушка. О, наконец-то! Может, хоть ты мне объяснишь, что это здесь происходит? Я прихожу, а здесь вот в лепестках роз на моей кровати лежит вот это вот бритое чудовище. Конечно, это все для тебя. Что значит для меня, Вика? Я не понял. Егор, с днем рождения! Это сюрприз! Стриптиз и массаж. Какой стриптиз? Какой массаж? Ты в своем уме вообще? Ну, ты же мне на день рождения подарил спиннинг. Вот и я решила подарить тебе на день рождения полезный подарок. Слушай, ну, я его к себе не подпущу. Почему? Педро профессионал. Покажи, Педро, что ты умеешь. А? Смотри. Ой! Красиво! Да что здесь? Ё-моё! Нет, я не хочу на это смотреть! Нет, ты это досмотришь! Смотри, какие изысканные движения! Как он прекрасен в своей пластике! Я же так старалась, Егорушка, специально для тебя! Так, все, хватит! Это... Знаешь что? Если ты не досмотришь, тогда я обижусь на тебя! Вик, ну, что ты, ну, не обижайся! Я... Подарок классный! Просто... А мы с пацанами же договорились на рыбалку идти! Вот мне нужно поспешить! Кстати, а где мой твой... Твой мой подарок в углу, как всегда, в коридоре! Ага! А, кстати, можешь досмотреть, я даже не обижусь! Давай! Днем рождения! Спасибо! Классный подарок, классный! Фу, блин! Он что, реально спинник на день рождения подарил? Да, прикинь! А на 8 марта летнюю резину! Теперь вот пользуется его подарком мне! А я воспользуюсь моим подарком ему! Ооо, мне это нравится! Ну вот, справедливости и мастер-сестра! Ой, хорошо! Ой, хорошо! Ой, хорошо! Короче, Борзый, ты утверждаешь, что этот кошелек твой! Ну да, чё, мой! Мой начальник! Слово пацана! Значит, кожаный кошелек Армании твой! А чё, я подрабатывать начал? Я же не на жопе сижу! Да я вижу! Сейчас мы посмотрим, сколько ж ты там зарабатываешь! Хооо, ничего себе! Так ты в долларах получаешь! Ну да, я этим офис-менеджером устроился, они реально дофига зарабатывают! Ага! Борзый, это тут реально штуки 3 баксов! Сколько? А, ну да, это же я этим самым главным офис-менеджером устроился! Борзый! Да тебе, чтоб трёшку зелени заработать, нужно по всему району люки собрать и сдать! Точнее, по всему городу! Или 10 километров кабеля медного срезать! Угу! Или у всего района мобилы отжать и в ломбард снести! Чё вы начинаете? Я реально перевоспитываюсь! Я на работу устроился, я же вам говорю! Офис-менеджером этим работаю! Да-да-да, я понял! Мой это кошелёк, короче! Слушай, а что это у тебя за фото девочки? Ну, тёла моя, по-любому! Борзый, ты офонарил, что ли? Тут фотография шестилетней девочки! А, такую же недослушали! Я говорю, это тёлке моей дочка, по-любому! Угу, да? С подписью моему любимому папочке! А это что такое? Ничего себе! Визитка главного прокурора города! Ну, это дядя мой, по-любому! Да? Так, может, мы дядю наберём? Он тебя сразу отмажет! Не надо звонить ему! Вы чё, он очень занятой человек! Не надо! Ничего себе! Чем дальше, тем лучше! У тебя ещё и визиточка есть главного судьи города! Чего? Кто она у тебя? Тётя, сестра, племянница, а? Давай, может, ей позвоним, она тебя как раз и осудит! Или отмажет! Тут такое дело! Не надо, короче, никому звонить! Нет, у меня ни тёти никакой, ни сестры, короче! Перепутал я, походу! Перепутал! Перепутал! Ну да, у меня точно такое же, только без этих дебильных визиток, короче! Ой, Борзый! Что ж с тобой делать-то? Отпустите меня! Отпустите, я больше не буду! Слава пацана! Может, отпустим? Да, отпустите, я на исправление пошёл! О! Ну, так если на исправление... Конечно, надо отпускать! Отпустим! Да! Всё, иди, Борзый! Хоть рожу твою завтра видеть не будем! Завтра точно не увидите! Завтра у нас выездное собрание! Чё за выездное собрание? Да так, это... По спорту там... Ну, короче, всего доброго! Всё, давай, чеши! Слушай! Так а там чё? Действительно судья, прокурор? Какой судья? Какой прокурор? На понт его взял! Там эти визитки в пиццерии, суши! Вот ты Петренко даёшь! Ну, опыт работы! Слушай, ну я предлагаю это дело вот пиццей отпраздновать! Согласен! Давай диктуй номер! Ээээ... 567-00-00 Алло, здрасте! Пиццечку хотели заказать! Петренко, а где тут трёшка зелени была? Какая трёшка зелени? Я же говорю, на понт его взял! Не было там никакой трёшки! Да! Тебе с сыром или с мясом? Петренко, с каким, мать его, сыром? Тут было три тысячи долларов! Эээ... Давайте, наверное, и с мясом, и с сыром, да! Угу! Всё хорошо, спасибо! В отделении милиции, да-да, ждём! Всё, счастливо! Угу! Петренко, блин! Мы с тобой братья по кокардам! Выйдешь, пиццу заберёшь, хорошо? Я угощаю! Чувак! Сын полка! Эх, крыныця-крыныця, какой же ты невнимательный! Пятьсот евро-то не заметил! Ой... Так... Дело закрыто! Эх... Я люблю свою работу! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...